золотой рыбки с раздвоенным хвостом золотая рыбка популярный декоративный вид аквариумных рыб их фенотипические черты сильно различаются эти виды созданы селекционерами и любителями в этом видео я хочу объяснить как древним заводчикам и любителям удалось вывести штамм золотых рыбок с раздвоенным хвостом золотая рыбка с раздвоенным хвостом имеет раздвоенный с боков хвостовой плавник скелет хвостового плавника состоит из лучей плавника и осевого скелета это означает что золотая рыбка имеет раздвоенный осевой скелет ни у одного другого вида позвоночных нет такой раздвоенной осевой системы скелета это предполагает что во время одомашнивания золотой рыбки могла произойти редкая генетическая мутация. В 2014 году мы сообщили, что раздвоенный хвостовой скелет возникает в результате мутации гена Хардина. Хардин – один из наиболее значимых генов формирования дорсально-вентрального паттерна эмбриона. Мы показали, что формирование раздвоенного каудального осевого скелета требует мутации стопкодона в одном из двух недавно дублированных генов Хардина. Из других исследований также показывают, что мутация гена Хардина вызывает летальный фенотип у большинства подопытных организмов. В отличие от этих животных мутантов Хардина, золотая рыбка, может спокойно выжить, по-видимому, благодаря дублированным генам Хардина. Одна Хардина мутировала, но другая все еще остается в порядке. Этот параллог гена Хардина может компенсировать снижение функции мутировавшего гена Хардина. Эти дублированные гены Хардина, возможно, способствовали возникновению фенотипа раздвоенного хвоста. А фенотип раздвоенного хвоста был выбран серебционерами и любителями золотых рыбок в династии Мин в Китае. А сейчас вот такими золотыми рыбками мы можем любоваться в аквариуме. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал на YouTube. Увидимся в следующий раз!